Итак, давайте начнем поделиться с экраном Леонидом. Леонид из Кредо-компании, и они создали новое софтверо для процесса дата. Я буду переводить, Леонид будет говорить в русском, и я буду переводить. Окей, окей. Добрый день, большое спасибо Максим за то, что вы пригласили нас поучаствовать в вашей конференции. Да, да, окей. Рассказываю вам о программе Create3D Scan с автоматическим распознаванием объектов в программе. И мы будем представить софтверо Кредо 3D Scan, который позволит автоматически классифровать клавиши и дата процесса автоматического клавиши. Ну, в первую очередь, программа Create3D Scan создана для работы с облаками точек, полученной по материалам лазерного сканирования, а также аэрофотосъемки. Удобно работать в программе, то есть программа визуально показывает возможности и погрешности облака точек на первой картине. Это очень просто, чтобы работать с софтвером, и она имеет очень хорошую интерфейс, и репрезентация point clouds. В программе удобно выделять из облака точек элементы рельефа. Так же по выделенным режимам создать матрицу высот, либо DEM модель. Удобно. После этого в программе возможно по облаку точек распознавать линейные объекты. И после этого вы можете классифицировать линейные объекты, например, рельефа, электричные линейные объекты, в том числе кроме линейных точечных объектов, и вы можете создать автоматическую линейные объекты, в том числе электричные полиции и другие дороги. С одновременной визуализацией как в плане, так и в 3D. Дополнительно сюда можно загружать точки инструментальной съемки, и это визуально тоже видно в 3D и динамическим 3D в разрезе. И, в дальнейшем, возможно предоставление автоматическое распознавание любых элементов рельефа. Что еще можно сказать, что программа работает с большими объемами данных, то есть все зависит от производителя самого компьютера. И софта работает легко с каждым количеством 3D-поинтов. Это может быть использовано для лидар-дата или для фотограмметрии, или можно комбинировать все датасеты вместе. Это позволяет автоматизировать процесс обработки, то есть распознавание точечных линейных объектов, рельефа выделения. Удобный интерфейс в программе с максимальной производительностью и качеством. Программа входит в состав комплекса программных продуктов Кредо. И это часть составляющей софтвера Кредо, которая позволяет иметь возможность постпроцессировать данные, векторировать данные и так далее. Более подробно информацию можно узнать на сайте компании Кредо Диалог. И вы можете читать информацию на их веб-сайт, или вы можете спросить Топодром. Да, то есть ознакомиться можно более подробно. Сейчас переходим к практической работе с программой. И теперь мы будем показывать, как использовать софтвер в реальности, на реальной ПОИНТ-клубе. И я бы хотел обратить внимание, что эта ПОИНТ-клуба была создана из Топодром-эквипмента, из МАВИК до ПРО, и это часть строительства. Да, то есть загружено облакоточек с представленной компанией Топодром. Дополнительно в программу КРОИНТ-клуба. И они выкладывают пункты с МАВИК до ПРО. Программа может быть не только русифицирована, но на английском языке есть представление, на украинском и на русском представленном. И это поддерживает английский, русский и украинский язык. Значит, в программу возможно импортировать кроме облака точек растровое изображение. It is possible to import point clouds or raster data sets. Матриц высот D-моделей. Digital elevation models. Форматов в данных форматах DXF, DWG. Card data from different types of formats. RGIS formats and XML formats. А также импортировать 3D-модели используем при BIM-технологиях. And it is possible to import 3D models from BIM systems. Ну, сейчас импортируем данные инструментальные съемки, ну, как контрольные, в облако точек. And now they are going to import field survey points as control points. Ну, я показываю процесс выполнения. Тут можно комментировать, можно не комментировать. Yeah, we just import survey points to the software. То есть, показываю, как технологии импортируются. То есть, вот мы импортируем точки. Now all points are imported to the project. Да, ну, опять же, можно сразу же в программе снимать точки. It is possible to measure points in the software. To measure points from a cloud in the software. Так, значит, что еще в программе? В программе можно выделить рельеф. Да, то есть, сейчас я визуально покажу, как оно выглядит. То есть, вот оно, вот рельеф выделенный. Да. It's classified terrain. То есть, вот оно и есть. Да. And from the terrain we can remove any objects. And have a lot of special filters to remove objects from the terrain. Is it possible to calculate, to make volume calculation as well? Опять же, для визуализации есть возможность, если вот облако точек безликое, есть возможность сделать расчет нормалей, благодаря которым облако будет более визуально. And it is possible to, if there is no any color in the point cloud, you may calculate the view of the sun, and after that you will look at the point cloud with the height details, which is more comfortable for eyes. It is possible to change point clouds color as well, and we have two different point clouds, and we can assign any color to the point cloud. And we can create elevation model, and we can create, we can measure slopes, everything we need. Ну, то есть, вот это объект линейный созданный. And we can measure everything on the profile. We just draw the line, and we can create profile of this terrain as well. Да, плюс ко всему можно изменять цветовую, выполнять цветовые изменения, ну, то есть по цветам. И сейчас я покажу, к примеру, тоже автоматически, это подсчет объемов. And now we look at automatic volume calculation. То есть программа делает вычисление объемов по блоку точек. Okay, and now software calculates volume on the basis of point cloud. Да, если в 3D посмотреть мы хотим, как оно представлено, то есть где выемка, где насыпь. And we can look at 3D model, in 3D view, where is the cut volume, and where is the add volume. Ну, это если, ну, к примеру, вот с таким объектом работаем. Сейчас я открою другой объект. And now we will show another one example of dataset for the Linar object. Что я еще хочу подчеркнуть, что я вот сейчас для работы используется. Ну, давайте сейчас искроем еще один проект. And now we are going to open another one project. Ну, программа работает еще с данными шахтами, с подземными, каким-то сканированием подземных объектов. And software can work with ground lidar survey, especially in mining sites, and underground lidar survey as well. Вот тоже автомобильная дорога поудучная по данным аэрофотосъемки. And this one example is a road survey created by DJI Mavic 2 Pro. Да, вот мы как бы видим в визуализации, видим, какие шумы присутствуют у нас. And, as you can see, on the road there are some noises. It depends on the quality of the images, and there are some noises, and these noises can be removed from a point cloud with using of this software. Вот на этом объекте мы сейчас, я вам покажу, как мы в автоматическом режиме удалим шумы подрельефные. And we will show you how to remove noises from a point cloud automatically. Визуализация, что за шумы у нас были, то есть красным цветом это один объект, серым другой. Сейчас я включу этот седьмой слой, то есть какие были шумы, вот они у нас серым видны. And now on the screen we can look at noises, and grey points it's a noise, and red points it's a terrain. And now we remove all grey points, and we remove all noises from a point cloud. And after that we can remove points, which are far from major points of point clouds, and we classify them as noises as well. And next step is elevation generation. В программе широкие возможности использования различных фильтров под определенные шумы, которые присутствуют в облаке. And there are special filters, which can be applied to remove noises from a point cloud. And now we apply one of the filters, and now you can see that software remove all noises from the point cloud. And we can see on the screen that there is no noises, and there is only terrain. Здесь есть возможность использования матриц высот. Ну вот, к примеру, вот было. It is possible to generate digital elevation model? Ну вот, это матрица высот. О, digital terrain model. О, digital terrain model. О, digital terrain model. Угу. 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 Данную можем использовать в качестве модели рельеф, относительно которой программа, и будет, точнее, не программа, а тематические объекты, будут получать высотные отметки. And we can use digital terrain model, like a basis to measure altitude of any points during vectorization. Ну, я визуализацию выключаю, включаю облако, и сейчас мы по нашему облаку точек, сейчас я включу все слои, и по облаку точек, ну, для того, чтобы было визуально, включу распознавание объектов. And now we are going to automatically recognize some objects, for example, power lines. Окей, программа спрашивает делать разделение по слоям. And software can divide objects to different layers. Применяем, и программа начинает автоматически по облаку точек распознавать столбы, опоры, которые есть в облаке. And now software will generate, will recognize automatically power lines. And if the density of point clouds is enough, software will recognize different types of objects. And software will ask if it is correct or not. If yes, it will store like a vector object. Да, то есть после того, как мы можем визуально пройти, то есть мы видим, что программа автоматически создает. Но так как, ну, многое зависит от качества облака точек. And, of course, it is very... The quality of automatic recognition of the point clouds and classification depends on the quality of point clouds, on density and the quality of the point clouds. Ну, вот сейчас я визуально покажу объекты, которые мы получили. То есть вот они приходят уже в условных знаках топогеодетических. And as a result, we will get points, vector points, which are situated on the center of power lines. Ну, опять же, да, сейчас я еще покажу ортофотоплан, который был здесь подгружен, да, для визуализации. То есть программа работает только с облаком точек, но и с ортофотопланом. And we can import ортофотомозаик. And after that we can use as well as the point cloud or orto-мозаик as well to recognize, to work and to vectorize. Сейчас я покажу, как это же самое, что программа работает и с данными, полученные по результатам мобильного сканирования. And you can use the same software to process LiDAR data from mobile LiDAR data. Or airborne LiDAR data. It doesn't matter, because it has a lot of functions to process data. Well, we also showed the data of laser scanning from the topodron. This information can also be used in Create3Dscan. And we just, it was a question where you can process LiDAR data acquired from topodron equipment. And you can use this software as well for LiDAR data processing. And this one example is mobile LiDAR based on a vehicle, together with panoramic photos. Now we can work together with the photo, with the images captured from the car and with the point cloud received from a LiDAR scanner. And there is a special add-on to work with the mobile LiDAR data. And it is possible to recognize automatically any objects like we showed before on an airborne point cloud. And now we will recognize power lines and pulse from this point cloud as well. And, of course, it will take more time to recognize objects in this point cloud, because the amount of point clouds is much bigger. And it is possible to vectorize power lines as well. And now we are going to show how to use this software in the mining site. And this one is mine, mine area. And there is a special add-on to work with such data sets. And this one is mine point cloud, which was recognized automatically. And this one is mine point cloud, which was recognized automatically. And this one is mine point cloud once again. And upon this point cloud, which was announced as well. And you can see how to Karl Inんで�isch in the underground tunnel. And later we were Оптимизации процессов Не только для подземных Но и с данными Аэрофотосъемки и лазерного сканера Аэрофотосъемки и лазерного сканера Процесс у нас еще идет Мы просто ждем, когда мы закончим процесс Автоматическую сканеру Максим, у нас есть какие-то вопросы? Может, какие-то вопросы есть? Сейчас можно ответить Временные версии на сайте У нас можно взять То есть, вы можете Даллодать дата Вы можете даллодать Триал версии Из веб-сайта И вы можете купить ее Из Топодрон Да, можно через Топодрон Временные версии заказать Они даются бесплатно На две недели И вы можете И вы можете купить Топодрон Для тестовую версию Просто отправьте нам Реквесты И мы отправим Софтвером Для тестов Да Только указать необходимую фамилию Электронный адрес Ну и контакт на мобильный телефон Окей Да Просто Фил в Апликационную форму Мы будем Провадить Для вас Просто отправьте нам Реквесты Да О стоимости Ну мы скажем Чуть попозже Ну Максим Вы же как бы Будете продавать Да, вы скажите Стоимость Сколько Ну примерно Порядок Порядок Я не знаю Сейчас цены пока Для вас озвучили Либо нет Я еще У нас на сайте То есть цены Я не знаю Да, да Называйте сайты Это у нас В российских рублях Кредит 3D Scan Где они? Ну где-то да В этом эквиваленте Ну где-то да В этом эквиваленте И Это очень хорошие Капаблилитики Ну то что Программа Распознала У нас Ну вот деревья Даже распознала В автоматическом режиме Сейчас она их Запишет И сейчас Это будет Распознала В софтвере Ну пока Работает с мобильным сканером Я сейчас параллельно Тогда еще Дополнительно покажу Работу с облаком точек На другом примере И while We are waiting For Data processing Because It took time We will show Some more examples Значит облако точек Программа для визуализации Можно по градиенту Еще вот определять Уклоны Есть функция Автоматического фильтра И есть специальная функция Для автоматического фильтра Да Ну вот давайте Сейчас мы применим По Выделению элементов Ну вот визуально мы видим Давайте может быть Попробуем по другому фильтру Сейчас По уклону Вот я сейчас сделаю Проведу фильтр И мы можем Классифировать Террейн По Слоп Валю Например Угу Да Вот мы видим Видите Автоматическую Берать Софтвер Ремо Террейн По Слопу Например Что Слоп 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 Да Но Не только Можно по Разным Критериям Это Как я уже Уклонил Слоп Критерия Классифировать Террейн Ну Сейчас Я делаю Копию Блокоточек Того Что Я Выделил И Вот Я Вот То Что К примеру Это Полуавтоматический Режим Работа С Программой И И Сейчас Мы Автоматически Сделаем Новый Лейер По Пойн Классифика Мы Ремо Три Буши И С 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 Да Ну Есть Возможность Расчета Нормали Локализации Объектов То есть Плотность Облако Точек И делать расчет всех объектов в облаке точек относительно модели рельефа, которую мы зададим. Облако точек можно скопировать, слои, точки, облака, отдельные области выделять. It is possible to select points to another layer by rectangle, by polygon, by any criteria. And it is possible to merge points, so this software provides a lot of data processing tools and options. Если необходимо облако точек сместить, его можно переместить по координатам. And it is possible to move point cloud to another one location. And it's very important that there is the options to vectorize structure of terrain, such as key structure, key lines of open mine or any other structure lines, any other terrain lines. Покажите, как можно бровки подошвы определить. Можно? Ну, можно определить. Единственное, что я вот не знаю, как-то неприятно немножко у меня то, что... Да, это возможно. Единственное, что как бы время у нас ограничено. Окей. If you have... As soon as we are short of time, if you have any questions, you may send requests to our email, and we will answer you, and we will provide software as well as the manual for this software. Так, это я хотел показать объекты, вот они распознаны. And now we finish automatic point clouds vectorization, and now we vectorize power lines and power poles. Да, ну вот это вот столбы шли деревья вдоль автомобильной дороги. And we vectorize as well as the power lines poles, and as well as the trees, and as well as the trees. Ну и давайте сейчас полуавтоматический режим, вот покажу распознавание проводов, которые идут вдоль железной дороги. And it is possible to recognize automatically or semi-automatically power line, to vectorize power lines. Ну вот провод, я его вижу, да? Yes, and we see the line. Выбираем меню, указываем, ну просто, указываем код. And we just select the layer, and after that we can vectorize automatically this line. Ну и показываем направление. And we should show the direction of vectorization, after that software will recognize power lines automatically. Ну вот и программа распознала. Yes, and now this is one example, how to vectorize power lines as well. So I think it will be very good add-on for Topodron LiDAR system as well. Ну точно также можно распознавать и рельсы. And the same possibility to recognize railways. Ну столбики вдоль и дорог, но опять же я... Any objects. У нас уже время, мы выходим за рамки. Все, я понял. Окей. Тогда, да, если программа будет интересна, то есть обращайтесь, будем помогать, объяснять. Yes, and we have... And right now... У нас есть вопросы. And we have questions. How does Credo 3D compare in terms of functionality with Terascan or Context Capture? Как вы сравниваете по своей функциональности Credo с Terascan либо Context Capture? Значит, есть функции, которые у нас есть и у них есть. Единственное, что такого анализа глубокого по сравнению с другими программными продуктами мы как бы не проводили, буду так говорить. Но по функционалу они очень похожи. I think that this software looks like Terascan, but some functions are new. Some functions are new, and I think it's good to test it. Ну, и хочу сказать, что программа наша очень активно развивается. За последний год было вышло два новых обновления с появлением десяти очень нужных новых функций. Ну, программа универсальна, и сейчас вот, ну, на территории как бы постсоветского пространства пользуется хорошим спросом. And the software is very popular in former Soviet Union Republics as well. Да, ну, мы тесно работаем с нашими пользователями, которые участвуют и тоже оказывают нам, дают свои предложения по работе. And they work closely with users who advise to create new functions, for example. Okay. Ну, все, наверное, я уже большое спасибо всем. А если будут вопросы, то они отвечают. Ну, спасибо за внимание, спасибо за просмотр, спасибо за просмотр и спасибо за просмотр. И мы будем переходить к другой части нашей презентации. И мы сейчас будем показывать, как использовать топодрон equipment для mining survey. And now we have a lot of examples how to process point cloud. And now, but right now I would like to show how to create this point cloud and how to create very accurate terrain maps for mining and for construction. Ну, все, да, спасибо. 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 Продолжение следует...